Рыгбейный Ненесей СТМ стал восьмикратным чемпионом страны. Правобережная команда проиграла во втором финальном поединке со счетом 9-16. Но за счет 11-очкового преимущества после первой встречи победила в итоговом противостоянии. Красный Яр провел, возможно, лучшую игру в сезоне. Подопечные Игоря Николаичука имели шансы занести попытку до самого конца матча. Но тяжелая машина выстояла. Классно все. Хотели, конечно, выиграть вторую игру, но ничего, проиграли. Ну, один из очков дали себе знать, что в первой игре сделали такой задел. Эмоции классные. Сейчас что, отдыхаем, пять дней отдыхаем, а потом французов встречаем. Французов еще надо наказать. На этом сезон для команд не завершается. На следующей неделе они сыграют в Кубке Вызова против французских грандов. 13 октября Ненесей СТМ примет в Красноярске Бордо. А 14 октября Красный Яр сыграет против прошлогоднего победителя Кубка Вызова Стат Франце. Начало обоих поединков 15-0-0. Если для Яры это дебют в престижном европейском турнире, то СТМ уже опытная команда. В двух предыдущих розыгрышах одержала по две сенсационные победы на групповом этапе. Рассматриваем чемпионат и каждую игру мы рассматриваем как для улучшения своих качеств, чтобы прийти в Евро-челлендж, в европейский Кубок. Еще раз говорю, ни в коем случае не стать хуже, а еще лучше. Поэтому как и подготовка тактическая и физическая, так и соответственно сами игроки должны всегда расти на этих играх в чемпионате.